Всем здорова Орлы, с вами Вайдер и блин, вот у меня сегодня такое прям хорошее, отличное настроение, а это связано с тем, что во-первых есть тема для ролика, которую я забыл, но сейчас вспомнил, и второе это то, что я своим братюням могу подогнать очередной, ребята, боевой пропуск, то есть это хрень, вот в челленджах у нас, которые находятся, поэтому кто хочет поучаствовать, вас нужно всего лишь поставить лайк на данном видеоролику, подписаться на канал и написать комментарий со своим ником, и завтра, ребята, на стримчике в 16 по МСК мы сделаем очередные итоги, и вы будете получать вот эту вот вторую всю линеечку, желтую для мажориков тоже, соответственно, вот, да, поэтому, ребята, участвуйте обязательно, ну а тема сегодняшнего ролика у нас будет довольно-таки необычная, дело в том, ребята, что я совершенно забыл про кое-что прям интересное, заходим в дрончики, я, ребята, вам не показывал от видеоролики, эту новость точнее, и вы видите, у меня есть два дрона, штурмовик, который у нас просто бомжатский дрончик, и есть бустер, который, тадам, полностью, мать его, качанный, просто это, я думаю, что это будет зверюга, это просто будет демонюга, потому что, ребята, аккаунт у нас псих, соответственно, на нем все должно быть просто психически как-то нездраво, неадекватно сделано, я не знаю, как, как, что и почему, но надеюсь, ребята, вам эта тема понравится, соответственно, этот дрон, ребята, у меня, к слову, появился еще на звании бригадира, то есть на бригадире этот бустер у нас открывается, и на звании бригадир у меня уже был вот этот бустер, полностью фуловый, но, к сожалению, я тупо, ребята, просто забыл записать вам этот ролик, блин, я не знаю, что у меня вообще в голове на тот момент было, но просто, ребята, забыл, соответственно, сейчас это все дело я исправляю, дрончик бустер на псих-аккаунте, и у меня есть одна проблемка, проблемка заключается в том, что у меня нахрен кончились батарейки, поэтому мы сейчас делаем, ребята, вот таким вот способом на где-то батареечек 100 или давайте на 130 тысяч, мы сейчас, ребята, с вами прикупим себе прям самую малость батареечек, чтобы у меня было, как раз таки, 6 лямчиков на счету, потому что 6 лямов это прям, ну, интересно, мне нравится, когда именно 6 лямчиков, и вот такое вот количество батареек у нас получается, соответственно, ребята, сейчас мы с вами пойдем в режим джиггердауна, как вы, наверное, уже поняли в обычной демочке мы это все дело тестировать не будем, и будем пытаться драконить наших джиггеров, будем также драконить джиггернаутов с вот этим вот устройством, которое находится на тяжелый плазномет, и попытаемся, ребята, задраконить так джиггернаута, сперва вот с таким вот полностью без устройства, потом будем драконить его вот с этим, факел, плазма-факел, короче, посмотрим, что из этого получится, давайте, наверное, с него и начнем, поэтому сейчас ставим на паузу и продолжаем уже непосредственно тогда, когда я буду становиться самым этим джиггернаутом. Ну, блин, пацаны, короче, я, если честно, сейчас хрен пойми, какой раз пытаюсь стать этим джиггернаутом, сменил уже целые три карты, и я не скажу, что это прям изи, вот серьезно, вот сейчас меня вот бустер сам не расстроил, меня расстроило, какие вооружения у меня на этом аккаунте дерьмовые, то, что по факту, по сути, бустер просто отыгрывает свою ситуацию на все 200, на все даже 300%, так, как нужно, то есть, отыгрывать. Но вот именно ситуация с тем, что у меня тупо, ребята, нет как раз-таки вооружений для режима джиггернаута, чтобы как раз этого джиггера сливать, вот с этим как раз-таки, да, у меня небольшие, ребята, траблы и небольшие проблемы, поэтому в данном случае, вот с таким вот сетапом, который есть у меня, я вам, ну, вообще никак не советую заходить на джиггернаута с бустером, можно убивать его с каким-нибудь, на изи, ребята, я сейчас говорю исключительно про, знаете, такие моменты, когда ты просто подъезжаешь к джиггернауту, и как бы ты его убиваешь, это, допустим, есть такая фишка у нас с тем же самым страйкером, потом у нас идет с той же самой рельсой на прострел, с тем же самым шафтом, с бустером, это все делается на самом деле изи, но вот как раз-таки ситуация, которая обстоит в данном случае с рикошетом и с огнеметом, это просто вообще жесть какая-то, я вот даже, ребята, сейчас в этой карточке буду кататься на вот этом вот самом как раз-таки рикошетике, а в следующей катке я вам, ребята, покажу, как это все играется на самом деле на огнемете, я вот даже на самом деле не знаю, как назвать этот видеоролик, вроде как, с одной стороны, это просто будет тотальный крах джиггернауту, да, с этим самым бустером, но с другой стороны, я понимаю, что у меня пока тупо пушек нету для этого всего дела, и как раз-таки, когда у тебя нету, ребята, пушечек, тебе очень сложно в этого джиггера тараканить, ну, как бы рели. Вот сейчас, серьезно, это у меня получается так его убивать, благодаря тому, что это просто, ребята, открытая карта, и по факту на открытой карте, ну, там грех уже не делать эти самые киллы, не делать эти самые фраги, здесь, как говорится, это все делается на язычах, но на каких-нибудь других битвах, то есть на каких-то других картах, ну, там просто, ребят, не реалити, просто мазафака не реалити, как-то, знаете, законтролить это все дело на язычах, как-то выйти, знаете, с какой стороны, что взять и просто ваншотный чувачка, который как раз-таки на тебя едет на джиггернауте, то есть это, ну, практически не реалити сделать, вот, поэтому в этом плане как раз-таки вот сейчас бустер будет идеальным, только, знаете, в какой степени, в той степени, что я просто могу сейчас зайти по факту в дмки, и в дмки я могу по факту довольно-таки неплохо нафармиться, и как бы все, я уже даже, видите, как долго не становился джиггернаутом, что я тупо на нем нахрен разучился играть, ну, серьезно, то есть это настолько долго было, это настолько было мучительно, чтобы записать данный видеоролик, что я даже не знаю, как это комментировать и как вообще на это реагировать, блин, я вроде как с одной стороны счастлив, что у меня появился такой дрончик, да, с другой стороны, я прекрасно понимаю, блин, вот я пока себе не прокачаю звание, по сути-то, по факту, я даже с этим джиггернаутом потягаться-то и не могу, потому что, ну, блин, пока нет, это не то вооружение, на котором я готов делать скиллы, на котором я, готовы делать фраги, на котором я просто готов каждый раз скилять джиггернаута, то есть это пока у нас не то пальто, вот, но вот если у меня появится какой-нибудь молот с устройством, либо какой-нибудь как раз-таки страйкер, вот страйкер, ребята, нам подойдет даже вообще без устройства, это будет просто изи, это будет каждый просто джиггернаут, абсолютно мой, вот как раз-таки вот этого момента я жду, но для этого мне нужно, ребята, себе подкачать немножко звание, немножко прокачаться и замутить себе звание генерал-лейтенанта, потому что на генерал-майоре это, конечно, весело играется, это, конечно, интересно, но пока это все немножко не то, немножко не то пальто и немножко пока это мне не нравится. Так, чувачела, а ты куда у нас так? Взял и убежал, и у меня даже взял и пропал, короче, бустер сейчас. Вот смотрите, о чем я как раз-таки, ребята, и говорю, в определенный момент, когда ты катаешься у нас на, допустим, каком-нибудь там страйкере, тебе по факту, по сути, нужно свестись и в вот этот выстрел, ты нажимаешь эту самую ДДшку и как бы ракеты там уже твои по-любому попадут. То же самое у нас работает с артиллерией, то же самое работает у нас с рельсой, то же самое работает у нас как раз-таки с шафтом. Но, черт возьми, не с рикошетом. Как бы серьезно, вообще никак не с рикошетом. И давайте я сейчас переоденусь, ребята, уже на огнеметико и покажу, как это у нас, ребята, все дело играется на огнемете. Вы сейчас посмотрите, что это за боли страдания, я вот, если честно... А, кстати, с вот этим вот устройством убивать его вообще не реалити, просто это нереально сделал. Давайте ставлю на паузу. Ну и вот чудо чудное, зашли мы на карту, прогрузился, я как видите, только что, еще 0 смертей, 0, вообще ничего нету. И, так, где у нас Джаггер? А, Джаггер у нас, в принципе, дефолт, по каким-то краям они у нас стоят, дефаются, да, там... Ладно, давай сейчас просто, ребят, пару заездов я вам сделаю, может даже эту качку до конца доиграть. И вы посмотрите, на самом деле, какая-то боль, какая-то страдания. Даже, мне кажется, одного заезда хватит, потому что, ну, блин, Жига, это немножко, ребят, не то, вот серьезно. Жига, это, как говорится, немножко не то пальто, у нее вроде есть догорание, вроде есть какая-то фишка, но, но все равно, блин, чего-то вот не хватает. Вот, блин, чего-то вот не хватает. Но это тупо, ребят, совпадение. Это просто какое-то, мать его, совпадение. Я подошел к этому самому Джаггердауту, когда в него уже тупо херакал какой-то там страйкер. И как бы все, на этом у нас история наша заканчивается, да. И тут я еще встал довольно-таки неудачно, меня сейчас захерякают еще страйкеры сверху, потому что у меня модули не одеты подобающие. Но, блин, вот суть как раз-таки заключается в том, ладно, давайте я еще раз, ребята, подъеду к этому самому Джаггеру и покажу вам, что да как вообще у нас играется. Блин, опять, кстати, хулиганка встала Джаггернаутом. А, это как раз-таки потому что она у нас играет на страйкере, да? Это она ж меня захерякала на страйкере? Блин, ладно, сейчас посмотрим, сейчас проверим. Ой-ой-ой-ой. А вот не получилось у меня просто так взять и на легчайших подъехать к этому краске Джаггеру, но сейчас, допустим, с любой другой пушки, я бы, ребята, знаете, какую ситуацию сделал? Я просто сдалека херякал, потому что, ну, в упор подходить к Джаггеру, это на самом деле такое себе, смерти подобно. Поэтому я могу лишь только вот так немножко его дамажить, немножко херякать его, и по факту у вас пропадает эффект того самого бустера очень быстро. И вы с бустером этим, ну, по сути, ничего не можете сделать. Вы по факту уже играете той фишкой, что вы просто, ребята, пользуетесь огнеметом так, как вы пользовались до этого. Допустим, вот сейчас у меня просто такое стечение обстоятельств, которое, ну, знаете, благополучно как бы влияет на то, что я становлюсь Джаггернаутом, и мне пока, может, фартит, фартит довольно-таки неплохо. То есть с респамом мне фартится, еще с чем-то фартит, то, что там они практически всегда на нулях хэпа оказываются, эти самые Джаггеры. Но вот тут, кстати, меня немножко не подфартило, потому что... Потому что, потому что тупо фрагов нету, и я беру и уезжаю. Так, друще, давай-ка, да. Я прям как чувствовал, как знал, что ты у нас сейчас будешь брать и юзать свою вот эту штучку в виде овердрайвера. У меня, конечно, она тоже есть, но вот тебе ее штучку, эту дрючку нельзя, потому что это смерти подобно. Вот, короче. Все, у нас каточка как раз-таки, ребят, заканчивается. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Пушек у меня особо подобающих нету. Прям супер-мега какого-то нагиба я вам особо не показал на этом самом бустере. Но я вот думаю, если прям что-то себе прикупить в плане молота там или еще чего-то интересного, то там, в принципе, ребята, уже можно задуматься над каким-то форматом только, чтобы играть в Джиггернауте. Поэтому, как так. Кому понравился данный видеоролик, ребята, обязательно ставьте ему лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok